55 тысяч продуктовых наборов, 6 тысячи горячих обедов, 41 тысяча вещей, около тысячи лекарственных препаратов на дом. Все это получили те, кто перед лицом пандемии оказался наиболее беззащитным. Всех тех, кто помог закупить продукцию и доставить по адресам, наградили на встречи с благотворителями и волонтерами. Мы уверены, что та беда, которая случилась, которая свалилась на весь мир, она еще больше сплотила людей и еще больше людей появилось тех добрых, которые готовы прийти на помощь близким. Каждому из приглашенных на вечере подарили символы доброго сердца – статуэтку из симбирцита. Мы действительно с первых дней организовали работу по всей России, так называемой «Мы вместе». А эта работа включает в себя организацию, создание в каждом субъекте регионального штаба, который у нас был при нашем содействии, организован волонтерский штаб волонтеров-медиков. Среди приглашенных был тренер футбольной команды «Волга». Как оказалось, в период пандемии футболисты не остались в стороне и помогали развозить нуждающимся продуктовые наборы. В период пандемии мы занимались в домашних условиях. У нас ребята располагались дома, занимались индивидуально. И мы, пользуясь случаем, решили помочь всем нуждающимся. Я считаю, что это очень благородный и очень нужный момент. На протяжении ограничений на базе фонда «Дари добро» был открыт резервный фонд помощи пострадавшим. Это не только те, кто заразился, но и врачи, которые были на передовой и спасали здоровье. Те семьи, где один из родителей остался без работы. И, конечно же, пожилые люди. Самая уязвимая в этот период категория. Очень большой объем денежных средств у нас был затрачен. Мы смогли собрать за этот период больше 30 миллионов рублей. И охват у нас идет уже на сотни тысяч. И завтра у нас будет караван добра. Можно сказать, завершающий караван добра этим летом. И мы завтра охватим еще пять тысяч семей и довезем им необходимую гуманитарную помощь. Как отметили организаторы, подобная встреча не последняя, поскольку смогли собрать не более 50 человек, согласно нормам Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.